добрый день друзья добро пожаловать на нашу беседу привет специалилим будем в основном разговаривать мы будем в основном разговаривать это не значит что вам нельзя включать и включайте мы будем рады вас видеть у нас открытый формат все могут высказаться и вопросы если у вас есть так сказать силы да задавайте их голосом будет приятно мы обычно в прошлый раз по крайней мере такую меру предлагали что те кто хотят высказаться они пишут в чат что хотя и тогда можно и голосом тоже людей у нас немного поэтому вот это и вот большую всего одиннадцать участников поэт пока ну поэтому большой проблемный будет с тем что кто-то будет нам мешать поэтому я думаю что вежливые люди умеют задавать вопросы голоса так чтобы ну давай так давай сходить еще ребят если хотите за дождись высказывающиеся заказываться да включайтесь и задавайте вопросы это нормально ну и кто готов включить видео мы будем только рады вас видеть вот я вижу что мир включила добро пожаловать всем привет ну давайте начнем давайте посмотрим как бы у нас есть список список разных вопросов да как мы собирались обсудить ну вот первый вопрос был что приводит душу воплощению в нашем мире происходит ли это по воле самой души или вопреки ее воле является второй вопрос является ли душа чем-то едином и нетелимым или же она состоит из частей обладает ли душа способностью восприятию что она воспринимает вне своего воплощения в тело и может ли из иного мира воспринимать наш материальный мир ну и куда душа попадать сохраняется ли у нее какая-то связь с умершим телом воплощение воплощается ли душа в нашем мире один раз или это происходит многократно ну я допускаю что большинство из вас хочет в основном слышать про последний вопрос но на мой взгляд надо начать с самого начала обещали я с позволения минутку займу потому что любой серьезный разговор должен начать начинаться с определением во первых вообще что такое существует ли она вот что такое душе это очень важно потому что например современное научное мышление существование души отрицает те проявления которые были связаны традиционно с понятиями души относят к понятию психики да то есть и говорит что это есть физиологические функции работы мозга то есть никакой души нет есть материальное тело в котором работает мозг его действия они создают иллюзию существования души какой ну вот давайте начнем все-таки с того что мы думаем о душе и может быть что другие о ней думают как официально как ты считаешь что правильно я считаю что отличные начала я только хочу еще один технический момент договорить вот когда ты говоришь слышны какие-то все-таки то ли шорохи то ли что-то какой-то фоновый шоу может быть он не от тебя идет а все-таки что надо выключить микрофоны людям потому что может у кого-то что-то шуршить я не знаю точно я совершенно задавали нам вопросы голосом если вы не задаете вопрос держите микрофон выключенным пожалуйста да она выключила на самом деле я могу руками это все сделать не мило выключим так я думаю что можно сделать и руками просто потом если кто-то захочет на ташу александрова выключим да у всех теперь у всех выключен микрофон а что касается души возвращаясь к нашему первому вопросу с моей точки зрения основа души это воля я уже давно придерживаюсь такой точки зрения и всегда об этом говорю воля это основа души все остальное что мы привыкли понимать там как сознание мысли чувства какие-то еще особенности внутреннего мира человека вот чем полон наш богатый внутренний мир это все уже различные порождение воли различные ее оболочки в которых она предстает уже по мере того как она реализуется и я верю что человеческая воля является частицей или искры или лучом от великой божественной воли то есть является каким-то частным аспектом ее проявления ее реализации в мироздании именно так смотрю на людей конечно с моей точки зрения это воля не обязательно должна существовать только в мозгу или только физическом теле я убежден что мозг и тело это опять-таки не более чем оболочка или инструмент который эта воля на каком-то этапе приобретает для себя чтобы с его помощью лучше реализовываться понятно что при таком взгляде можно сделать слегка вывод что и после смерти тела душа продолжат существовать каких условиях это уже отдельный вопрос но я тут спорить не могу и я только несколько более масштабно это вижу я полагаю что природа как бы человеческой души такова что не только воля есть как бы кроха искра божественной воли но и вообще все наши душевные духов духовные качества есть искры божественных качества например каких что такое вообще божественные качества это всемогущество всеведение так сказать ну вот существование вот это вечное всегда шли да все это в наших так сказать душах как как бы душа в целом это искра до фрагмент маленький маленькая искорка божия и соответственно бог всемогущ а мы могущий бог всеведущ а мы ведущий бог вездесущ а мы существуем в определенном месте бог был есть будет всегда а мы только фиксированное какое-то время то есть воля это только один из аспектов который искра божьего на мой взгляд хотя можно в том что это главное главное на самом деле очень близок такой взгляд просто я все что ты перечислил тоже вывожу из воли если бог всеведущий а человек просто что-то ведает так он ведает потому что у него есть воля уподобиться богу в этом аспекте но ведает он все таки это отдельная функция он ведает волей он ведает волей потому что у него есть воля как следствие этого начинает что-то ведать если он хочет ведать больше у него воля к видению должна стать сильнее только так потому что если воля ослабевает все что она способна породить тоже будет ослабевать вместе с ней и ведение и силы и мудрости любовь и присутствие существования несуществования все будет ослабевать это видно на самом деле в нашем мире очень То есть здесь не обязательно быть каким-то мистиком таким запредельным, чтобы это осознать. Достаточно понаблюдать за поведением людей и легко убедиться, что то, что они знают, умеют, могут, чувствуют, испытывают, это все, в принципе, следствие их воли. И если она не развита, мала, слаба, то вот и весь этот остальной внутренний мир ужимается или остается в масштабе этой скромной маленькой воли. Поэтому в целом мне как раз очень близко то, что ты говоришь. Просто я считаю, что воля определяет в этом отношении, все остальное, перечисленное, оно есть, как ее проявление или следствие. Понимаешь, воля, как ты ее вот сейчас сформулировал, она больше всего похожа на хотение. Это я с психологической точки зрения могу сказать, что, ну вот, если мы посмотрим модель, вот этой самой модель человеческой души по Эрику Берну, да, вот родитель, взрослый ребенок, то вот за хочу, то есть фактически за то, что я писал, отвечает внутренний ребенок, да, вот эта часть, и это хотение. Вот я познаю, потому что я хочу знать. Если я не хочу, то я не буду, не получится у меня. И вот получается, что воля, ну, а ребенок реально это 95% всей психики, да, или души, да, это основная часть подсознания, всего остального. Ну, получается, что, что как бы главное в нашей душе это хотение. Да, вот воля. Я считаю, что так и есть, конечно. Окей, хорошо. И насчет ребенка мне лично не свойственна та классификация, которую современные психологи предлагают, психоаналитики. Но если воспользоваться этим, то я считаю, что и взрослый внутри нас, это продолжение того же ребенка, это тот же ребенок, который просто повзрослел, и он просто стал хотеть еще больше. И форму, в которой он хочет усложнить. Он стал другим, то есть это как бы такая, а вот Мира Голдман задает вопрос, чем отличается желание, от чего Мира? Ты, наверное, использовал слово хотение, и вокруг этого какой-то акцент сложился, что воля хотеть, это желание. Нет, ну я понимаю, но если спрашиваешь, чем желание отличается от, то от чего оно отличается? Наверное, сейчас нам напишут. Ну или Мира скажет, или напишет, вот я знаю, что она активно реагирует, но пока ее не слышно. А вот, ну, так, как-то. Желание от хотения. На мой взгляд, это синонимы, если честно. Я вот для своих, в своих статьях, и для людей, которым я преподаю, я провожу различия между желанием и волей. Но слово хотение не использую. Желание, на мой взгляд, это более как бы как субстрат или изначальный материал, из которого формируется уже конкретная воля. Пока эта воля не становится движущей силой, побуждающей действовать. Я говорю, что это просто желание. Когда это желание набрало силу или прям приняло такую форму, что оно уже начинает двигать процессы, двигать самого человека к совершению чего-то, тогда я говорю, что оно уже стало волей. Вот это мое определение, но я согласен, что в языке эти вещи часто оказываются синонимами или служат как-то не в попад. Нет, ну я называю хотелками то, что ты называешь желаниями. Я типа хочу, но ничего не делаю для этого. Да, да. Вот. Видим, много примеров таких, когда человек что-то хочет. Одного человека это желание окрыляет, и он бежит вперед, а другого оно, наоборот, заземляет и тормозит. Ему так много хочется, и он таким несчастным себя от этого чувствует, что у него столько неудовлетворенных желаний, что он из-за этого, наоборот, еще меньше делает, начинает из жизни. Вот в первом случае, когда окрыляет, это воля. Она работает прямо противоположным образом. Она, наоборот, тормозит нас. И тогда это просто желание. Знаешь, у меня ощущение, что это тоже воля, только патологическая ее форма, травмированная, вот когда-то. Потому что, на самом деле, вот тут важный момент. Является ли душа неприкосновенной в том смысле, что ничто на нее не может влиять. Грубо говоря, она такая вот как божество, по сути дела. Вот у меня ощущение, что нет. Что душа динамична, на нее она может развиваться, и на нее возможны влияния извне. Не только извне, свыше, но и окружающей среды тоже. Как ты считаешь? Я склонен душу рассматривать как состоящую из разных частей. Это к вопросу второму нашему, делимая она или неделимая. И если исходить с того, что она делимая и состоит из нескольких частей, то есть части более уязвимые для внешнего влияния, а есть части менее уязвимые или даже совсем не уязвимые. Поэтому тут ответ и так, и так. Насчет делимости, тут такой момент. Когда речь идет о материальных вещах, там довольно просто разделить на части. Ну, как автомобиль, да, вот это мотор, двигатель, вот это колеса, там, да, можно разделить. Когда речь идет о духовных категориях, то там, скорее всего, нам приходится использовать модель разделения. То есть некий абстрактный такой подход. Ну, вот как разделить это на части? Ну, давайте вот... Я могу предложить. Ну, предложить. Если мы исходим из того... Я, опять же, говорю в рамках моего мировоззрения, мне оно кажется достаточно целостным. Если я исхожу из того, что душа – это воля, то там, где какая-то воля отсоединяется от изначальной воли, я говорю, что произошло разделение. Предположим, мы с тобой оба хотели, допустим, познать природу души. И в этом были едины. Это наша была общая воля, которая нас связывала. На каком-то этапе я понял, что мне более интересно, допустим, не столько познать ее, сколько приложить это знание к решению какой-то задачи. И тут наши воли могут разойтись. И каждый начинает работать со своей волей. То есть получается, что от одной воли как бы отпочковалась какая-то другая. То есть уже две воли, как бы две души. Я таким образом описываю, что есть некая изначальная воля, но от нее отпочковываются всякие частные задачи и подзадачи, которые могут принять самостоятельный облик, как бы обустроиться где-то на своем плане и стать полноправными участниками, участницами вот этого какого-то своего автономного плана. По сути, отдельными частями души. Ну, то есть изначальная воля – это, по сути дела, божественная воля. Да, да. То есть то, что приводит тебя в этот мир и в это тело. Вот. А дальше ты развиваешься, и у тебя, так сказать, появляются разные детали. Вот я правильно тебя понимаю? Ну, приблизительно, да. Я думаю, что, может быть, и до воплощения у нас уже могут быть детали. Это не значит, что до воплощения есть только вот эта вот чистая божественная воля, вообще неделимая. Уже и там могут быть детали, на мой взгляд. Но, в принципе, чем выше мы поднимаемся к божественному первоисточнику, от которого душа происходит, тем, конечно, воля более однородная. И, наоборот, чем от него дальше, тем больше она погружена в детали, в какие-то противоречия, внутренние разногласия внутри себя. Ну, я не знаю. Тут, кстати, прибыль вопрос. Не знаю. Да, и такой же. Даже не вопрос, а просто такой мысль. По определению известного каббалиста Бааль Сулама, внизу там поправка, альтруистическая душа – это желание отдавать, любить. Тело – эгоистическое желание получать для себя. Ну, я с этим, в принципе, склонен соглашаться, хотя это очень упрощенный взгляд, очень общий. Поскольку сам я труды данного каббалиста изучал подробно и переводил даже на русский язык некоторые из них, то я могу сказать, что в его картине мира такой взгляд тоже прозвучал бы как слишком упрощенный. Он говорит такие вещи, но дальше мы видим, что это детализируется на очень большое количество частей, проявлений, всяких внутренних законов, которые в этом работают. Это конкретно, если по Бааль Суламу говорить. Но мы, конечно, в нашей беседе не ограничены. Таким только взглядом мы здесь можем, по сути, обсуждать все взгляды. Не, ну, в общем, да. И совсем даже не обязательно, чтобы они относились к аварамическим. То есть мы можем даже индийские, китайские, индейские из Центральной Америки тоже обсуждать. А они вообще известны? Ну, в общем, да. В общем, да, конечно. То есть на самом деле мезоамериканские цивилизации, их как минимум три. И существовали они еще примерно лет сто после того, как Колумб открыл Америку. То есть относительно недавно с исторической точки зрения. Конечно, есть на этот счет разная информация. Потому что в числе тех, кто завоевывал эту Америку, были люди духовные, которые изучали, может быть, брезгливо несколько, но изучали местные религиозные взгляды. Ну, как ересь, как что-то такое. Но, тем не менее, все равно изучали и писали об этом труды. Поэтому, конечно, информация об этом есть. И можно обсуждать все, что угодно. Вопрос в том, что у нас есть список вопросов. Ну, я вот считаю, что если говорить о вопросе делимости и неделимости, мы тут найдем, что большая часть мировых традиций все-таки признавала душу, состоящей из каких-то уровней или частей, или ипостасей. Мне приходит на ум, допустим, древнеегипетская система, где были там Ка, Ба, еще разные части души. Они разными такими назывались простыми словами, которые уже сегодня трудно даже перевести дословно. Ну, я бы не сказал, что это были части. Это были даже как бы отдельные сущности у египтян. То есть, у меня нет впечатления, что это были кусочки. Вот как, скажем, модель, которую я упоминал. Вот как модель Эрика Берна. Вот родитель взрослый ребенок. Но это вообще хороший вопрос. Что считать частями, а что считать отдельными сущностями? Не, на мой взгляд, отдельная сущность, Слово «сущность» дает определение. Это то, что существует самостоятельно. А вот части, ну вот то, что мы, ну вот Берновская модель, она не предполагает, что существует родитель, существует взрослый, существует ребенок. Это модель психики, которая мы, собственно, все человеческое познание, особенно научное, построено на моделировании. Реальность слишком сложна. Она неумопостигаема целиком. Поэтому для того, чтобы ее постичь, нам приходится упрощать эту сложность. И вот мы создаем модель, упрощенную модель, как бы состоящую из разных частей, с разными взаимодействиями между ними. И вот это становится умопостигаемым. Собственно, вот я думаю, что, ну вот надо понять, мы сейчас говорим о сущностях или о частях в модели. Давай попробуем упростить. Я тебе простой вопрос тогда задам. Если мы исходим изначально из того, что какие-то части, это действительно части целого, но потом открываем, что они, оказывается, могут и друг без друга существовать, тогда ты скажешь, что это отдельные сущности. Это сущности, да. Ну тогда я, пожалуй, тоже скорректирую свои предыдущие слова и скажу, что душа человека, на мой взгляд, состоит из сущностей, которые могут быть и вместе, как части, но они могут и получить автономную друг от друга жизнь. Как и воля, в принципе. Я начал с воли, что воли, которые могут, допустим, быть этапами, разными этапами решения одной задачи, могут, в принципе, разойтись и настолько, что каждая просто будет свою задачу решать без оглядки на остальные. Так что здесь хочешь сущности назови, хочешь часть. Нет, смотри, это часть воли, да, вот которая решает конкретную задачу. Да, вот я вот, не знаю, хочу выпить пиво. Вот у меня воля формирует действие, я иду в бар и, не знаю, в пивную пью пиво, да, там. Вот я очень сомневаюсь, что эта, как бы, часть души имеет возможность самостоятельно существовать. Как бы, вот, часть моей души, которая пьет пиво, да, она вот, как бы, отдельная. Мне все-таки кажется, что душа человека цельная, что это нечто, что вот эти ее деления на части, это все-таки способ упрощенного познания. Да, то есть, на самом деле, душа бесконечно сложна и поэтому непознаваема целиком. И нам для простоты приходится вот это дело выделять. Потому что часть моей души хочет пиво и идет в бар, а другая часть в этот момент хочет познать что-то. Я иду в бар и параллельно по дороге познаю, размышляю о чем-то, понимаешь? Да, ну, можно это искусственно разделить на две части, ну, или там на восемь, на двести, да, но, по-моему, это, по-моему, все-таки душа в первую очередь цельная. Вот это именно искорка божественного. А отдельные ее проявления – это не сущности, а именно модельные фрагменты. Ну, я склоняюсь к тому, что это сущности. Просто они могут сливаться в одну сущность. Когда есть общая воля, которая настолько для них как бы авторитетна, что их объединяет под собой, они все начинают функционировать как одна сущность. Это немножко похоже, на мой взгляд, на клетки организма. Теоретически ведь можно культивировать вот какие-то, взять клетки из определенных тканей в организме человека и дать им автономную жизнь, в лабораторных условиях заставить вот эти клетки отдельно расти, не будучи частью человека. И у них будет своя жизнь, они будут тоже что-то питаться какими-то веществами, что-то выделять, расти. А так они растут в нашем организме как единый сирен. Ну, то есть зомби – это тоже человек, правильно я тебя понимаю? Да, просто у него какие-то части души могут отсутствовать, допустим. Вот это то, что ты привел пример с пивом, это я бы связал с каббалистическим понятием нефиш, как наиболее нижняя часть души. В арабском языке это называется нафс, тоже однокоренное слово с еврейским нефиш. Возьми пистопила церковь, Бетцалей, я иду в храм, молиться. А это уже другая часть души. Я пока скажу про нефиш, раз начал говорить о ней. Это та часть, которая связана именно с поддержанием тела, с физиологией, с инстинктами, которые касаются непосредственно тела. Сюда входит и сексуальный инстинкт, и питание, и там желание комфорта телесного и так далее. Понятно, что эта часть души, скажем, если бы наша душа, не воплощаясь в тело, жила бы где-то в духовных мирах, понятно, что эта часть была бы просто не нужна, по сути. Не нужно было бы ни пива, ни какие-то вообще плотские телесные вот эти вот блага, мы бы не ощущали в таком виде и таких бы не испытывали желания. Понятно. То есть ясно, что эта часть души, она действительно достаточно автономна. Она появляется здесь, она относится к этому миру. Целеки, она же как бы теряет какую-то свою значимость особую, когда уже тело в этом мире уже умирает. Ну вот, то есть мы имеем в виду... Ну, это же, что эта часть души формируется у человека, после того, как душа, что называется, вселяется в тело ребенка. Он в начале еще как бы этих душевных проявлений, связанных с телом, практически не имеет. Только где-то в первые три месяца жизни он начинает осознавать свое тело и видеть разницу между телом и... Ну вот, грубо говоря, оказывается, ногу я могу поднять. Это моя нога. А вот я вижу, что там солнышко по небу двигается. Вот двинуть его в другую сторону я не могу. Это не я уже, да? Вот это... Ну вот мне все-таки кажется, что тут вот у нас есть с тобой существенная разногласия. Я считаю душу цельной, а ты считаешь ее состоящей из самодостаточных, независимых фрагментов. Ну, просто я наблюдаю за тем, как воля себя ведет. Я в этом плане не могу сказать, что я целиком полагаюсь только на собственные наблюдения и размышления. Я человек традиции в первую очередь. Я изучаю каббалистическую традицию, оккультную традицию в целом. Просто я не отношусь к ней фанатично. Если какие-то вещи из того, что я изучаю в рамках традиции, явно не подходят, опровергаются какими-то более сильными аргументами, я готов от них отказаться. Я всегда готов отказаться от чего угодно в пользу более здравой точки зрения, если она убедительнее, если она лучше аргументирована. В данном вопросе я не вижу более лучшей аргументации. Если исходить из того, что душа – это воля, мы видим, что воля действительно делится и соединяется. Из единой воли может выделиться какая-то субволя, назовем так, которая начинает автономно жить от этой воли. И можно это проиллюстрировать как раз через то, как делится, так же, как в обществе может делиться воля. Допустим, было какое-то единое мнение в целом обществе, потом от него что-то отделяется, и люди начинают разделяться, возникает раскол. Так же и в самом человеке может делиться. Я смотрю на человека, что это микрокосм. Человек – это малый мир, а мир – это большой человек. Это, мне кажется, одна из самых универсальных таких концепций древнего мира и всех, наверное, эзотерических систем, и восточных, и западных. И поэтому, если мы видим в мире, как это происходит, как, например, единая воля целого государства, допустим, может расколоться на несколько воль, а потом что-то может соединиться обратно, то я исхожу из того, что и в человеке такое происходит. И все у него делится и соединяется. Есть разные модели специально. Есть, например, модель души человеческой, модель семи тонких тел. А у индусов есть, соответственно, модель семи чакр, как элементов взаимодействия души с окружающим миром. Но вот с моей точки зрения, семь тонких тел – это не семь отдельных сущностей. Это семь проявлений. То есть, представь себе душу человека в качестве драгоценного камня. Вот он огранен должным образом, и все огранены по-своему. И каждая грань, вот ты смотришь на этот камень, вот со стороны этой грани, а потом можешь посмотреть со стороны другой. Вот на мой взгляд, эти семь тонких тел, например, – это грань. Грань драгоценного камня, а не отдельные камушки, да, вот если так сказать. Ну, знаешь, что мы можем сказать. Это больше иначе смотрят на меня. Ну, вот я смотрю на это так. Вот Игорь у нас написал. «Считаю, что человек должен придерживаться одной системы знаний и постижений, присущей той или иной народности, то есть по своему происхождению. Не блуждать, не присуща корню своей души и системе. То, что подходит индийцу, не может соответствовать пониманию других народностей». Игорь, я единственное, что могу сказать, что, как бы, теософы вас бы прокляли, да, вот, потому что они утверждают обратное, да, ну, но в целом ваша точка зрения тоже имеет право на существование. Тогда получается, что нет единого человечества. Есть, условно говоря, белки, есть люди белки, есть люди козы, есть люди рыбы, да, и вот у всех свое. Бог создал не человека, а Бог создал много разных человеков, да, если можно так сказать. То есть Адам – это такой образ, да, собирательный. На самом деле Адамов было бесконечно большое количество. И главное, что они совершенно не попадемы друг к другу с этой точки зрения. Вот это самое печальное и тревожное – считать, что моя истина, она только моя, и другой человек ее никогда не понимает. Ну, есть простое доказательство. Если вы возьмете и вступите в интимные отношения с женщиной, из, ну, грубо говоря, вы человек-белка, вступите в интимные отношения с женщиной-рыбой, то она родит вам ребенка вне зависимости от того, что вот она какая-то другая. Ну, наверное, что-то в этом есть все-таки какая-то аргументация положительная. Но, по-моему, мы слишком зацепились за одну тему. Давай посмотрим. Обладает ли душа способностью к восприятию, что она воспринимает вне своего воплощения, в тело, и может ли из иного мира воспринимать наш материальный мир? – Думаю, это во многом зависит еще от того, что это за иной мир. Нам наверняка об этом надо тоже сказать несколько слов. – Давай. – Как ты это представляешь, и как я. – Ну, давай, давай. – Я представляю, что действительно есть даже не один мир, а целая иерархия миров. При таком общем взгляде этой иерархии миров – это примерно то же, как разные уровни души, но только внутри Бога. Если в человеке я выделяю уровни души, а человек – это микрокосм, значит, то, что справедливо для человека, можно спроецировать по аналогии и на макрокосм. И разные уровни души этого макрокосма, я тоже их вижу как иерархии, уровни определенных в Кабале и других традициях, есть даже названия целые для этих уровней, что это, по сути, и есть миры. А мы отдельные люди, как клетки в этом большом теле или какие-то частицы этой большой воли, которые могут больше или меньше выделяться как-то из нее или вливаться в нее обратно. Ну и вот для нас вот эти вот макроуровни – это миры, по сути, в которых мы обитаем, исследуем их, постигаем, познаем, как-то и пытаемся экспансивно расширяться в рамках этих миров, что-то там новое завоевывая в них. То есть действительно, да, я считаю, что есть миры или совокупно те миры, которые вот нашему непосредственному восприятию не подлежат так явно, как материальный мир. Я готов просто их называть иной мир какой-то, потусторонний мир, если так проще кому-то. И что душа, конечно, там оказывается, когда тело умирает, потому что с этим материальным миром ее связывают материальные тела. Если она его утрачивает, автоматически фокус ее восприятия переключается на другие реалии, на другие миры, по сути, которые ей даже, можно сказать, и ближе по природе изначально. Она принадлежит им, пока она сама не сводит свое восприятие к органам телесным, которые временно себе берет на вооружение. А у тебя какие взгляды? Ну, я насчет миров, пожалуй, ничего сказать не могу. У меня ощущение, что то, что ты сейчас сказал, можно свести, например, к делению мира на земной мир, Аид и, я не знаю, Олимп, да, пожалуйста, вот как это было в античной мифологии. Ну, мне и тут кажется, что и в этом смысле мир един, вот, но в нем есть как бы аспекты, есть фрагменты, да, ну, то есть, не, я не ощущаю, у меня к иным мирам другое отношение. Я полагаю, что, ну, это может быть совсем ужасно прозвучит для афранических людей, да, но я полагаю, что, грубо говоря, наш Господь, да, наш Бог, да, Он Господь этого мира. Другие миры – это что-то за пределами. Бог, Он здешний. Вот, а есть другие миры, где его нет, где кто-то другой может быть, еще что-то. Другие миры. Может быть, не знаю, а может быть вообще никого. Понимаешь, есть и пустые миры. Вот, всякое может быть. То есть, у меня ощущение, что все же Господь сотворил один мир свой. Вот Он не создал вот бесконечный набор этих миров. Во всяком случае, если ты возьмешь… Если эти миры где-то там есть… Нет, возьмешь Библию, то там написано, да, что Господь сотворил. Он мир сотворил. Он не сотворил много разных миров, да. Вот я к этому так отношусь. Я думаю, что… Может, их там просто не упомянули, чтобы тебе жизнь не усложняет. Ты понимаешь, как кто не упомянул, да, скажи, кто не упомянул. Авторы. А авторы, кто у нас автор Ветхого Завета или, соответственно, Тары, кто? Я исхожу из того, что это авторы, это те авторы, которым это приписывается более или менее. Нет, извини, собственно, концепция состоит в том, что автором является Господь. Он продиктовал и все. Он сказал, люди записали, он велел. Я знаю эту точку зрения, я много общался с людьми, кто придерживается ее, но сам я считаю иначе. Я считаю, что все мысли человека так или иначе происходят от Бога. Просто они проходят различные фильтры и изменяются в ходе этого. И поэтому любая так называемая боговдохновенная, богооткровенная книга, она свою форму окончательно тоже приобретает только в уме самого человека. Форму, да, но не содержание. Ну и содержание тоже, потому что здесь содержание необделимо от формы. Если я как-то иначе облег какие-то изначальные идеи в другие формы, то это уже меняет и смысл. Потому что мы вообще в языке даже двух полных синонимов не найдем. Любые синонимы они светодиодиодны. Это влияет на восприятие. Смысл – это то, что там заложено. Форма – это способ это выразить, а восприятие – это то, что ты сумеешь понять из того, что ты прочел, да, например. Кто-то нас спрашивает, Василий, открыто ли у нас обсуждение. Оно открытое. Если кто-то хочет высказаться, мы всем даем возможность. Пока у нас в основном люди предпочитали письменно высказываться. Но если кто-то хочет сделать это устно, мы только рады. Ну, я предлагал, да, желающим сказать, если есть желание. Вот. Да, безусловно. Но так все-таки мы начали эту тему для того, чтобы начать вопрос, обладает ли… Ну, о способностях к восприятию души. Да? Что она может? И что же она может? Вот что она может воспринять? Я считаю, что она может воспринять. Просто она может воспринимать и наш мир тоже из тех миров. Здесь, конечно, касательно, так сказать, этих самых миров, все упирается в то, как мы это представляем. Если ты считаешь, что это все один мир, то так, наверное, даже проще. Просто тогда мы говорим о том, что он воспринимается материальными органами чувств одним образом. Когда эти органы чувств устраняются, умирают, то просто, видимо, восприятие этого же мира становится другим, переключается на что-то другое. Ну, с другой стороны все правильно. Да, просто проблема в том, вот воспринимаешь ли ты сейчас то, что происходит в районе Альдебарана. Оно материальное, но ты не воспринимаешь, может, далеко. Да. Здесь это просто вопрос дистанции физической. Ну, возможно, что не только физические дистанции бывают. Вот у меня ощущение, что душа может воспринимать то, что происходит в нашем мире, находясь в другом, например, после смерти или до рождения. Но восприятие это, ну, оно немножечко более сложное, потому что, ну, далеко, да, вот условно далеко, неудобно. То есть можно умозрительно что-то понять, а вот детали какие-то могут быть очень неразборчивые за счет этого. Ну, ну, в любом случае, мне кажется, что поскольку искра Божия, да, искра Божьего всеведения в нас есть, то душа обладает способностью к ведению, то есть к познанию всего. Я склоняюсь к тому, что она познает материальные объекты по неким их копиям или астральным формам, которые у этих же объектов есть на астральном. Это вопрос, как мы наблюдаем микробов, да, с помощью микроскопа, да, например. Ну, ты вот говоришь сейчас о методах. Ну, я не спорю, да, вполне может быть так. Скажем, если человек умирает в этом мире, но здесь остаются другие люди, в том числе люди какие-то его, возможно, близкие, которых он любил, или остается к ним как-то неравнодушен, то он может... Понятно, что он с ними будет испытывать некую трудность в контакте с ними, потому что если бы это было не так, у нас бы тут уже прямо на каждом шагу бы все контактировали с умершими. Все-таки надо признать, что это довольно редкое явление, сравнительно трудное, несмотря на людей, которые заявляют, что им это легко. Если твоя любимая женщина уедет в Соединенные Штаты, а интернета нет, то, ну, кричи, докричись до нее. Просто аналогия с физическим дистанцией, я не думаю, что она здесь проясняет хорошо, потому что тут явно, что дистанция не физическая, а именно в том, что что-то, что было доступно нашим чувствам, хотя находилось здесь рядом с нами, перестает быть им доступным. Я говорю метафора, то есть для меня дистанция – это метафора, а не конкретика, да, вот типа мы уходим на далекое расстояние. Я говорю, что просто это сложнее, просто достучаться до другой духовной сущности, которая в другом мире. Ну, давай представим, что, допустим, метафору возьмем еще более такую близкую, на мой взгляд, к обсуждаемому предмету. Допустим, здесь, в нашем мире, мы не видим инфракрасные излучения, хотя они явно есть, и есть всякие способы показать их. А теперь, представьте, что мы, наоборот, начинаем видеть только инфракрасные, но не видим весь тот спектр, к которому мы привыкли здесь. Так мы тогда видим тела людей в этом мире. Они тепленькие, они розовенькие, да, условно. Ну, вот, возможно, примерно так видят из астрального плана наш план, потому что оккультисты считают, что духи астрального плана и также души людей, оставшиеся на астральном плане, видят силовые линии только тех людей, которые остаются на Земле. С этим, кстати говоря, связано такое пиетет и благоговение перед знаком пентаграммы в магии, потому что считается, что силовые линии основные человеческого тела напоминают пентаграмму, что у человека идет поток от руки к руке, от ноги к голове и так далее. Именно в форме пентаграммы, что многие астральные духи, которые слабо вообще когда-либо себе представляли вот все тело, для них люди – это ходячие пентаграммы. Когда они видят такую яркую, правильную, мощную пентаграмму, их это повергает в трепет. И поэтому в магии, сделав правильную пентаграмму, даже не будучи сам такой пентаграммы, но сделав ее там, начертав ее в воздухе, например, можно дать им сигнал, что тут присутствует какая-то сильная воля. Так это объясняется в магии. И построено, это, как я сказал, на идее того, что есть некие силовые линии, какие-то контуры энергетические, силовые, которые вот эта вот энергетическая составляющая, оболочка человека, и она видна оттуда. Тогда как материальные фактура вся там, кожа, цвет кожи. Я очень тебя хочу попросить, используя термины физические, подчеркивать, что ты имеешь в виду что-то другое, потому что вот слово энергия, у нее есть физическое значение. И вот как только кто-то из нас, занимающийся в какой-то степени оккультизмом, эзотерикой, начинает использовать научные термины в своих разговорах, частоты, колебаний, энергии, еще чего-то, то резонный вопрос ученого сразу, пожалуйста, а это поле, да, пожалуйста, формула, параметры, частицы носителей, нет, ну тогда вали, да, ну вот примерно так. Поэтому я тебя тоже призываю говорить слово энергия, имея в виду, ну, подчеркивая, что речь идет не об энергии, которая известна науке, а о чем-то другом. Ты можешь меня, конечно, призывать, но я в данном случае не признаю монополию науки на этот термин. Нет, ради бога, ну а что тогда энергия, та, о которой ты говоришь? Ну давай исходить из самого общего определения, с которым, в принципе, наука согласна, на уровне школьного учебника, что энергия – это то, что проявляется в совершении какой-то работы. Вот если есть кинетическая энергия, потенциальная энергия, когда потенциальная энергия начинает совершать работу, она становится кинетической, и это нам иллюстрирует, что тут была энергия, что вот она действует. Значит, если, допустим, моя мысль способна какую-то работу совершать, значит, в ней есть энергия. Если моя воля способна какую-то работу совершать, в ней есть энергия. Вопрос в том, что твоя мысль, ну, по крайней мере, с научной точки зрения нет ни одного факта, который показал бы действие, которое бы осуществилось чисто усилием мысли. Всегда происходит что-то еще, кроме усилия мысли. То есть мысль, например, мысль говорит, что ты должен сделать, и ты это делаешь. И тогда, да, тогда и потенциальная энергия, и кинетическая энергия. Вот, например, когда я пишу книгу. Вот давай возьмем ситуацию, что когда я пишу книгу. Понятно, что если я пишу буквально, или там на клавиатуре забиваю, тут энергия пальцев работает. Если ты говоришь ее, говоришь, работает энергия. Но что сам этот текст порождает? Вот что стоит за мыслью? За мыслью, опять, ученые тебе скажут, за мыслью стоит биохимическая энергия процессов, которые происходят в твоем мозгу. Грубо говоря, там сгорает топливо, да, вот биохимическое, клетки обмениваются чем-то, происходит что-то с научной точки зрения. Вот, то есть энергия... Мы заметили этот разговор сегодня, что с научной точки зрения души нет. Поэтому что там еще может, кроме топлива, в мозгу сгорать? Понятно, что там только такая может быть энергия. Но если мы исходим с того, что душа есть, у нас это все представление об энергии и переворачивается. Я вообще предпочитаю в данном случае вместо энергии говорить сила духа или что-нибудь еще. Ну, тебе ученые скажут, что сила – это тоже смыло, на которое они монополию себе представляют? Нет, это не просто сила. Сила духа, которой вы не знаете, ученые. Это нечто... Ну, я говорю энергия духа, или я говорю энергия астрального тела. Я не это так... Ну, как бы тут... Твой вариант не лучше моего. Ты берешь термин, на который наука претендует, но ты его используешь по-своему. И я использую по-своему слово энергия. Окей. На здоровье. Тут уже Игорь нам целое сочинение написал про любовь и про порца. Ну, прочтите. Или хочешь, я прочту. Да, может быть, Игорь включит микрофон и просто с нами пообщается, потому что я вижу, что он активно очень участвует и много пишет. Может быть, чтобы не писать, так много проще было бы нам. Я от меня не могу говорить. Ну, хорошо. Тогда давайте прочтем. Игорь пишет. «Творец непостижим от смута, постижим только исходящий от него свет, свет любви и отдачи творением. Человек, Адам, думаю, подобный. Чтобы стать человеком, нужно уподобиться свету Творца, который содержит в себе любовь. Как сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это великое правило Тары, рабе Акива. Также он сформулировал всю Тару одной заповедью. «Возлюби ближнего, как самого себя». Почему любить ближнего? Потому что за каждым из нас стоит Творец. Мы его частички общей души. Вот это, по-моему, важный момент в том, что Игорь написал. А через любовь к ближнему мы должны научиться любить Творца, раскрыть его и этим приблизить к себе, слиться с ним по подобию свойств. Это и есть цель жизни человека. Извините, Игорь, вы буддист. Скорее всего, Игорь с тобой не согласится. Нет, я понимаю, я просто, прочитав эту концепцию, говорю, Игорь, вы буддист. Ну, есть такая замечательная шутка про Дины Рубиной есть. Я не знаю, любите ли вы эту писательницу русскоязычную, которая живет в Израиле. Вот. Мою землячку из Ташкента, еврейку. Вот. У нее есть в одном из рассказов, есть история про человека, про русского парня, который жил в Израиле. И он настойчиво говорил, нет, я не иудей, я христианин. Я, говорит, только одного не могу, вот никак не могу понять, ну, вот как Иисус Христос может быть Сыном Божьим. Нет, Бог, Он один. Говорит, ну, правильно, молодой человек, вы еврей. Ну, вот, как бы тут примерно та же самая ситуация, Игорь. Поэтому я не обижайтесь, я говорю, вы буддист. Ну, вот я подчеркнул вот этот момент о том, что души человеческие, с вашей точки зрения, части общей, как бы единой божественной души. То есть мы не отдельные сущности, а мы все, ну, как бы такие, я не знаю, как сказать, ищупальца божественной души. Ну, вот смотрите, что это как раз, именно это как раз мысль делает Игоря буддистом. Ну, и буддистом делает мысль, делает человека мысль о том, что, грубо говоря, духовная сущность мира одна, и все мы только ее части, и, в частности, смысл существования состоит в том, чтобы с ней слиться. Ну, тогда я тоже буддист. Ну, значит, ты тоже буддист. Это на самом деле, опять же, спасибо. Клуб буддистов пополняется. Спасибо Теософам, это мы, нам все устроили. Растет как на дрожжах наш клуб буддистов. Они нам все устроили, они принесли эти концепции индийские в европейское. Ну, на самом деле, эта концепция, на которую здесь Игорь ссылается, она чисто еврейская, она каббалистическая, мне она хорошо знакома, я с ней в целом солидарен, хотя в нюансах, может быть, я бы там что-то скорректировал, как я понимаю, но я с ней солидарен, я не вижу здесь преемственности никакой, ни от буддизма, ни от теософии. Ну, что касается теософии, если говорить конкретно про теософию, там Елены Блавацкой и ее последователей, там все вместе, там есть и буддизм, и западный оккультизм. И я просто для себя отмечаю, что оккультные школы разные в своем культурном обрамлении в основном приходили к одним и тем же выводам и взглядам на устройство мира и человека, что, конечно, не может не радовать, потому что я верил в единую истину. А этот взгляд, он каббалистический. Каббала считает, что все души людей – это частица души Адама, потому что он в себе содержал все души. Есть даже в Медраше такое высказывание, что когда Адам согрешил, он был осужден от падения органов. Понимается под этим именно так, что он был синтезом душ, и души откололись от него, и так появились разрозненные души разных людей, народов, которые могли... Грубо говоря, Адама нарезали на много-много наказаний за его проступки. По сути, да. То есть Адам понимается как коллективная душа. Если понимать это как волю, так это понятно как раз, что была единая воля у всего человечества, и тогда все человечество выглядело как один человек. Когда внутри этой воли возникают конфликты и противоречия, она начинает дробиться, распадаться, и чем больше этих конфликтов и противоречий, тем на более мелкие части она распадается. Так что даже какая-то крупная часть не может удержаться как целая. Ну и сейчас сколько? 8 миллиардов маленьких частей, да? Да, и чем будет больше, тем меньше будут сами люди, потому что воля дробится. Начинают возникать какие-то уже не просто там малые задачи, подзадачи, но еще какие-то микроскопические задачи. Внутри задачи рождаются отдельные люди, такие как бы вот людишки небольшие, которые только нужны, чтобы какие-то вот крохотные задачи выполнить в рамках вот этой всей огромной человеческой там истории, полного пути человечества. А в истоках все одно. Я верю тоже, что мы все части одной души. И очень, конечно, сложно представить все, что она понимала и переживала. Это одна душа. Василий, ты спрашиваешь, можно ли высказаться? Вот сейчас Бетцалель закончит, выскажитесь. Я уже готов. Я уже готов. Я уже думаю, что я сказал главное, что ты хочешь. Так что Василий, пожалуйста. Да, приветствую коллеги. Очень интересная тема, мне нравится прямо сегодня слушать. Вот, очень рад. И хотел бы, знаете, такую концепцию добавить для вашего обсуждения, может быть, или просто для восприятия. Вот существует такая теория, причем она основана не только на каких-то учениях неких, а вот на неких опытах, скажем так. В частности, на колосмертных опытах. Что некая сущность единая, как вы говорите, душа едина. Но в данном случае берется концепция того, что существует некая высшая материя, которая и является всеобъемлющим таким вот большим, скажем так, существом, которое поглощает всю нашу Вселенную, поглощает все живые существа, неживые предметы и прочее. И вот вся эта сущность, она разделена на некие части, которые мы можем называть частями души. И через вот эти отдельные фрагменты эта сущность обучается и получает некие опыты вот в этих единицах. То есть часть души этой, скажем так, помещается в определенного человека, часть души в определенное растение, в определенное животное, и прочее, насекомое. и, как мы говорим, что мы можем увидеть или воспринимать, зависит от того, куда помещается вот это вот животное. И вот чем оно обладает, какими органами, скажем так, чувств, или какими способностями самовыражаться или, может быть, физически себя проявлять в этом мире. Вот от этого определяются все остальные вот эти опыты, которые проживает само это существо, и когда оно возвращается в этот единый большой, может быть, дух, даже вот так вот назвать, то он учится, обучается с помощью вот этих вот вещей. И то есть вот этим объясняется, может быть, то, что какие-то низшие, скажем так, существа, не обладающие, например, зрением, они не понимают, что они живут в одном мире, то есть мы живем в другом мире, и вот тоже растение, на которое наступает крупное животное, его давит, оно не понимает просто, что оно раздавлено, потому что не обладает теми органами чувств, чтобы это осознать. Или там, например, птица, которая обладает крыльями, она может летать и получает этот опыт. Соответственно, мы, несмотря на наши большие возможности, не можем без специальных приспособлений получить вот этот опыт. И вот, собственно, вот эти вот разные миры, разные уровни и составляют нашу Вселенную. Соответственно, мы с вами не обладаем тоже определенными органами чувств, чтобы понять и почувствовать что-то другое, да, то есть поэтому живем в твоей, так сказать, плоскости. Вот у меня такая интересная может быть. Ну, это на самом деле очень похоже и на то, что я говорил. Мне кажется, оригинального ничего нет как раз. Я понимаю. Если все является порождением Божественной воли, то Божественная воля через это и реализуется, собственно, таким образом как бы проживая жизни всех существ и вообще всех объектов во Вселенной. То есть нас нет, есть только Бог в миллиардах разных его проявлений. Правильно я тебя понимаю? Ну, можно так сказать, да. Просто эти миллиарды проявлений это есть мы. Я сторонник концепции сотворения. Бог сотворил мир и сотворил человека. То есть он взял фрагменты души, но он не оставил их, на мой взгляд, частью себя, иначе он не наделил бы их ответственностью. Собственно, мы же отвечаем за свои поступки, да, мы перед Богом. Ну, логика, по крайней мере, такая, а для этого нужно, чтобы мы были самостоятельны. Он нас сотворил так же, как этот мир вне себя. Вот у меня тут у нас явное очень большое разногласие я считаю, что есть божественное, а есть сотворенное Богом, не являющиеся его частью. Ну, это сотворенное, я понимаю, тоже, как происходящее от его воли, то есть его воля, как в реальной жизни. Нет, от его воли, но существующая независима. Он может на него оказывать влияние, но он создал это, он не стал этим, он создал это. Я вообще не понимаю, как что-то может существовать независимо, вот в таком смысле слова. Если внутри этого независимого есть воля, опять же, она же не может быть совершенно как бы на пустом месте находиться, она опирается на более высокую волю, а та на более высокую, вплоть до высшей воли. Если высшая воля... А высшая воля тогда на что опирается? Вот она и существует одна по-настоящему. Как ты сам сказал, что Бог вездесущ и как бы существует в абсолютном смысле, а мы существуем в относительном смысле. То есть наше существование нельзя поставить вровень с его существованием и сказать, что он там сам по себе существует, а мы тут сами по себе существуем. С моей точки тем не менее это существование, а не кусочек чего-то. Ну, я тоже готов это называть существованием, но этот вопрос уже больше терминологии тогда будет. Мы понимаем оба, что это существование разного порядка. Это не просто в одной комнате там стоит стол, а в этой комнате стоит стол. Это разные разные порядка. Сущие, а мы существующие. Это разные вещи. Но мы существующие, мы не части Бога. Он нас отделил и дал нам самостоятельность. Но это самостоятельность это же тоже проявление его воли. Правильно? Его воля в чем? Его воля в том, чтобы мы были самостоятельны. А уже дальше наша воля. Как мы будем самостоятельны? Ну, я считаю, что это все продолжение его воли, включая самостоятельность этих принципиальных различий. Тогда ты говоришь, допустим, что есть тоже какая-то искра Божья там в душе. Ты же под этим понимаешь, что это частица Бога буквально? Или что? Да, это то, что Он дал. То, что сотворяя нас, Он нам дал. То есть Бог живет в человеке, в том числе, в этой своей искре. Значит, божественные качества, которые Он нам выделил, а не Он. Он продолжает эту искру чувствовать как свою? Думаю, что нет. Как свою, думаю, что нет. Я думаю, что нет. Иначе Он тогда концепция, например, наказания за грехи и страшного суда, она обнуляется. Потому что он сам себя наказывать будет? Он проходит все эти состояния. Проходит все эти фазы. Мне это трудно себе представить. Это как-то очень нелогично было бы. Но может быть, тут я обожаю право на другие точки. У меня это проблем с логикой не вызывает абсолютно. Скорее наоборот, это как раз самое логичное представить, что Бог через акт творения на самом деле что-то сам раскрывает в себе. Раскрывает в себе разные формы бытия. Если сказать, что он просто создает что-то такое, с чем он теряет связь и перестает это воспринимать как свое, тогда становится нелогично. Тогда возникает просто большое вопрос, зачем это, в чем его воля состояла изначально. Потому что всегда, когда мы что-то делаем, даже когда мы просто вещи изготавливаем, я считаю, что даже когда просто ремесленник изготавливает табуретку, он и то в нее какую-то часть себя вкладывает. И ему становится поэтому небезразлична эта табуретка. Если с ней что-то происходит, это начинает влиять и на него. Если сжечь табуретку, то он не умрет. если сжечь все табуретки, которые он создал, он тоже не умрет. Потому что он не только в своей жизни табуретки создавал, он еще много чего делал. Нет, если уничтожить все, что человек создал, он тем не менее останется. Если уничтожить, ну надо тогда исходить из того, что его душа и тело тоже само произвела и вырастила, которым продолжает жить. Если его уничтожить, и вообще все остальное, что эта душа делала, фактически от нее не останется ничего. Только зародыш. Смотри, мы с тобой главное пришли к следующему вопросу. Куда душа попадает после смерти тела? Сохраняется ли у нее какая-то связь с умершим телом? Вопрос, который был сформулирован. Ну и... Я считаю, что, конечно, сохраняется связь, а попадает она в эти самые миры? Или же это какие-то иные части этого одного мира, если тебе угодно, все как один мир представлять? Какие-то иные уровни его восприятия, которые были скрыты, пока вот душа была обременена своим телом достаточно плотным, инертным, и которые открываются после этого. Я их классифицирую, ну, вслед за оккультной традицией, как астральный план, ментальный план, и так далее. Или могу на языке каббалы их назвать яцерабри, я, ацелут. То есть это миры. А связь с телом остается, безусловно, потому что все, что когда-то принадлежало человеку, совсем у него остается связь. И все, что душе принадлежало, включая тело, остается связь всегда. Я считаю, что вообще в мироздании связи все остаются. Они просто могут как бы побликнуть, уйти куда-то на задний план, но могут и пробудиться с этого заднего плана, так же, когда после смерти распадается. Ну да. Какая связь? Ну, во-первых, пока оно не распадалось, связь может быть. А чем оно дольше не распадается, тем дольше может сохраняться эта связь. Это как раз нас приводит к вопросу о различных обычаях обращения с умершими. Я считаю, что с древнего мира кремация, это как раз был способ быстрее эту связь разорвать или ослабить до минимума. Бальзамирование это был способ как раз наоборот, как можно дольше сохранить эту связь и держать на максимуме. Ну, а более такой для наших, что называется, широк способ обычного захоронения в земле, это вот как раз золотая середина между этими двумя, когда тело дает разлагаться, но не быстро, а естественным темпом. То есть связь убывает потихоньку. Не, ну, понимаешь, тут вопрос в том, с чем именно эта связь, потому что тело состоит из молекул, молекулы состоят из атомов, да, и даже если тело полностью распадется на атомы, ничего не останется, атомы не исчезнут, и те атомы, из которых ты состоял, они будут, ну, почти всегда, если не считать только тех, которые радиоактивны, но мы, в общем, ради не состоим обычно, да, вот, более того, вот сейчас в твоем теле значительная часть атомов была частями тел других людей в прошлом, вот, так все-таки с чем именно связь души и тела? Я думаю, что чем больше это тело похоже остается на то тело, в котором душа жила, пока оно жило, тем сильнее связь, когда это уже распадается до таких атомов, что эти атомы ничем не отличаются от всех остальных атомов, тех же химических элементов, с этого момента связи нет, потому что тогда уже неважно, эти атомы или другие атомы, они все уже становятся, выглядят уже одинаково, но пока это все еще имеет какие-то признаки того тела, хотя бы отдаленно. Ты знаешь, тело состоит из, ну, тело состоит на самом глубинном уровне, да, из атомов, потом из молекул на более высоком уровне, потом из тканей на более высоком уровне, потом… Ты еще забил клетки, клетки после тканей, ну да, клетки, потом ткани, потом органы, да, а потом тело в целом, вот в каком уровне связь, то есть с телом есть, а скажем, с органами нет? Ну, я не знаю точно, я же не настолько это детально знаю, я думаю, что с органами может быть, еще чуть-чуть есть с тканями, наверное, это уже практически неощутимо. То есть, если кусок твоего сала засолить, то у тебя с ним связи не будет. Может быть, и будет связь, учитывая, что, опять-таки, магия построена часто на каких-то таких симпатических связях, как это называется. Чаще всего с кровью. Чаще всего с кровью. Да, кровь, но также часто используются там волосы, ногти, отрезанные. Казалось бы, такая же ли у нас сильная связь, например, с отрезанными волосами. Получается, что есть связь, потому что магия с этим достаточно успешно колдует, и порчи наводит, и привороты, отвороты всякие делают. То есть, связь остается, может быть, она временная, может быть, она потом развеивается постепенно. Но, как минимум, какое-то время связь есть даже с тканями. Может быть, с молекулами нет, но с тканями, я думаю, что есть, по крайней мере, время. Ну, как в течение какого-то времени. Ну, похоже, что клетки есть барьер, да, потому что в кормике есть, ну, как минимум, геном, который уникален. Да, в клетке есть какая-то индивидуальность. Какая-то индивидуальность. Нет, не какая-то, а полная индивидуальность. Это твоя клетка, ничья. Да, она показывает, что это клетка конкретного человека, а не вообще клетка. Да. А вот уже дальше, когда мы говорим молекулы, уже ничем не по ней ничего не указывает. А что тогда с раковыми клетками? Там же генетика меняется. Вот честно тебе скажу, вот о чем не думаю, так это об этом. Ну, вот как бы есть ли у души связь с раковыми клетками своего тела? Ну, наверное, какая-то есть, но утверждать не стану. Что ты сам подумаешь на этот счет вообще, насчет вообще связи души с умершим телом? Ну, я, честно говоря, предполагаю, что душа с телом связана, пока она живет, ну, условно говоря, в этой части мира. Ну, или в этом мире, как ты бы это назвал. А в тот момент, когда она в него, с ним сливается, с этим телом, да, эта связь возникает, и она остается до тех пор, пока душа с этим телом, в этом, с этим телом живет. Когда душа умирает, когда человек умирает, тело умирает, душа уходит в норме, душа уходит в этот иной мир или иную часть. Не зря мы говорим, да, часто про покойника ушел в мир иной, да? Душа уходит в другую часть мира, и дальше, я считаю, связи уже с этим телом у нее нет. То есть прям моментально обрывается связь? С телом, да. Ну, видишь, вот все опыты и все направления связаны с симпатической магией и с некромантией, в частности, которую я считаю просто ответвлением того же самого взгляда на мир, они свидетельствуют об обратном. И мое представление о том, что все вот эти ритуалы, сложные по типу бальзамирования у древних египтян, полностью строились как раз на сознании связи души с умершим телом. Так ли это, конечно, это можно здесь еще вопросы сказать. Есть такая точка зрения, есть другая, да. Я полагаю, что пребывание в теле есть временная функция души. Ну, как ты у себя объясняешь, что душа мгновенно отучивается вот от этой привычки, которая десятилетиями с ней была, сопутствовала и десятилетиями привычка? Я не говорил, что она отучается мгновенно. Я говорю, что она, ну вот, как бы, грубо говоря, представь себе, что у тебя украли кошелек. Да. Ты быстро к нищете не привыкнешь. Ты все равно будешь чувствовать себя человеком, у которого был этот кошелек, и в нем были деньги. Если тебе кто-то издалека покажет, смотри, кошелек, то ты очень быстро связь почувствуешь со своим старым кошельком. Даже если, может быть, в нем уже нет тех денег, которые были, ты все равно сразу вспомнишь все свои чувства. Вспомни, не спорю, да, но… Ну, это же связь, это же тоже форма связи. Но у тебя уже этого нет. Ну, нельзя отрицать, что это тоже форма связи. Понятно, что у меня этого нет, но связь-то остается. Нет, ну, в каком случае можно считать, что воспоминание – это такая же реальность. А я считаю, что реальность и… Реальность – это отдельная вещь совершенно. Воспоминание – это форма связи. Воспоминание – это форма связи. Никогда я с этим повторить не стал. Когда люди, например, любили друг друга, но они были действительно там одной семьей, скажем, жили вместе, а потом они расстались, и у них остались воспоминания. Ясно же, что эти воспоминания пропитаны эмоциями, и между ними, по сути, связь все еще есть. И когда они вдруг увидят друг друга потом, они не могут совсем равнодушно реагировать, словно никогда с этим человеком. На этот момент являются ли эти воспоминания связью между душами, или они являются свойствами внутренними отдельной души? Вот, на мой взгляд, это второй вопрос, вторая позиция. То есть наши воспоминания – это части, сформированные в нашей душе. Но насчет связи с другими душами я что-то не уверен в этом. Я уверен, что это форма связи определенная. Если я испытываю эмоции какие-то к чему-то, допустим, даже что у меня отнято, это моя связь с тем объектом, который у меня отнят. В такой форме она и сохраняется. Это доказывается тем, что этот объект снова способен во мне пробудить более сильные чувства, привлечь меня, как вот этот кошелек украденный, например. Вроде бы его нету, но если кто-то мне его покажет, скажет, смотри, вот тут твой кошелек, он нашелся. Сразу же окажется, что моя связь с ним абсолютно никуда не пропала. Она просто как бы затаилась, эта связь. И как только появилась моя возможность снова этот кошелек вернуть, сразу я увижу, что это не... На мой взгляд, это опыт. Это опыт, это как раз то, что происходит с твоей душой. Она, живя в этом мире, развивается и накапливает что-то, что ей, возможно, понадобится дальше. Вот учитывая, что ты считаешь, что связь разрывается после смерти тела сразу, мне бы хотелось, чтобы ты первым на вопрос Сергея ответил, который в чате он мне писал. Подождите, Мирос, подождите, так, Сергей. Сергей. Есть ли она в ней после смерти произвольно или есть какая-то основа этого, да? Значит, смотрите, есть несколько таких вопросов, которые вы сейчас задали. Один из таких вопросов – это, например, когда душа вселяется в тело. Грубо говоря, в момент оплодотворения яйцеклетки, в момент рождения или где-то в промежуточной точке, да? Вот. Ну, никаких... Вы понимаете, что это... Если кто-то говорит ответ на этот вопрос, то это вопрос веры, а не знания, да? Вот. Вы верите, что душа вселяется в тело в момент оплодотворения. Вот я, например, считаю, что через... Примерно в течение недели после оплодотворения это происходит, там действительно есть особый биохимический момент, где-то в районе недели-десяти дней, когда как бы никакой зародыш превращается в очень индивидуальный, вот буквально там на седьмой или там на восьмой примерно день. Я думаю, что так. Но сказать, что это точное знание – нет. Кто-то скажет, нет, фигня – все это в момент оплодотворения. Окей. Кто-то скажет, нет, это вообще фигня, пока ребенок еще не родился и не сделал первый вдох, да? То он еще души в нем нет. Но как вы понимаете, тут вот на этот, на ваш вопрос, тот же самый ответ. Девять дней, сорок дней. Кто-то говорит, что это значит вот это. Кто-то говорит, что это значит что-то другое. Кто-то говорит, что это вообще фигня, да? И никакой, никаких особенных сроков нет. А кто-то говорит, что это даты уже вне мирового существования души. Например, есть такая точка зрения, что девять и сорок дней – это этапы уже посмертия. То есть, когда душа начинает, условно говоря, путь в иной мир, она идет этим путем сложно. Вот она девять дней проходит определенный этап, на девятый день она его заканчивает. И это трудный момент очень для нее. Потом сорок тоже она заканчивает определенный этап, а потом все, она уже поступила в новый мир. Есть, например, такая точка зрения. Проблема, на самом деле, наша не в том, что из этого истина. Проблема в том, как это влияет на нашу реальную жизнь. Ну вот, например, вопрос, когда душа вселяется в тело, очень тесно связан с вопросом, например, об абортах. Вот. Потому что если… ну то есть аборт – это убийство или нет? Потому что если это убийство, то оно должно быть запрещено. Если душа вселяется в тело в момент оплодотворения, то значит, любой аборт – это убийство. Впрочем, любой выкидыш – это смерть. А если душа вселяется в тело только в момент родов, то тогда получается, что не только аборт, а любое прекращение беременности без, так сказать, рождения ребенка – это не убийство. Это нормально. То есть все от этого зависит. То же самое касательно 9 и 40 дней. Есть определенные влияния на нашу жизнь. Но сказать, что есть точное знание, что правильно в этом вопросе, нельзя. Можно сказать? Можно, скажите. Вообще-то евреи считают, что душа вселяется на 40-й день. 40-й день – это мэм, это мэм, это связь с матерью. И после 40-го дня запрещены аборты. Именно из-за этого. Потому что после 40-го дня есть душа, и ее нельзя убить. Но это одно из мнений. Подождите, это у евреев до 40 дней после зачатия, да? А у, скажем, в Советском Союзе или в России – 12 недель. До 12 недель. Во всем мире аборт делается только до 12 недель. А это 40 дней. Подождите, 12 недель – это 74 дня. Да, 84 дня. А вовсе не 40, а там и речь. То есть получается, что, как правило, аборты делаются, делаются, когда уже душа вселилась в тело. Потому что аборт обычно делают в 9-й, 10-й неделе. А не до 40-го дня. 50 дней, получается. Но считается, что после 40-го дня аборты делать нельзя у евреев. Но по закону можно, да? Это тоже до 12 недель у вас. Да, да, да. Делается по закону. Выводится в Гморе из того, что Муше, Муисей, получил скрижали после 40 дней пребывания на Синае. И там приводится высказывание, что как Тора была дана на 40-й день, так и душа дается, помещается вот в это тело зародыша, созревающего в очреве матери, тоже на 40-й день. Такое есть высказывание. В Талмуде вот отсюда все эти выводы, которые сейчас мир озвучило. А каббалисты гораздо подробнее на это смотрят. Они говорят, что первые искры души приходят уже в момент зачатия. А потом по искорке накапливается, они там даже конкретно посчитали, 288 искр, 18 искр в первые три дня, по 6 искр в каждой, а потом по одной искре в течение всех дней, пока 9 месяцев. Я с уважением отношусь к такой точке зрения, но это у меня вызывает ассоциации с рассуждениями на тему о том, сколько ангелов может поместиться. Я не стал бы защищать само число, хотя число здесь скорее символическое. 288 – это 72 умножить на 4, а число 72 вообще очень важно в большинстве мировых традиций и в иудаизме, и в разных других мировых традициях. Оно во многом тоже с астрологией связано. И 288 – это просто когда мы 72 рассматриваем так, что в каждом из них есть по 4. Все числа, кратные 72, обычно очень важны. В христианстве число 144 очень важно. Это удвоенные 72. Количество там праведников, которые в откровении Иоанна обещаны, что там будут пред Богом. Но суть не в этом. Я не стал бы сейчас за число конкретно бороться. Я просто считаю, что как раз очень логично считать, что душа входит постепенно. Не вся целиком в какой-то один день, а она входит понемножку. И по мере того, как она входит… Ну вот если вышел 1% души, еще можно убивать или уже нельзя? Это отдельный вопрос. Я считаю, что он уже должен решаться нами, людьми во многом, как мы считаем для себя приемлемо, а что нет. И понятно, что мы здесь можем решать не просто с точки зрения своего личного эгоистического подхода, а выработать какую-то действительно этику, которая бы отражала волю души и волю Бога в этом. Но природа отдельна, а этика отдельна. Я считаю так. И надо понимать, что в природе процесс вхождения души в тело постепенный. А какой момент именно становится критическим, вот до которого мы считаем, что это все еще недостаточно, а после этого уже достаточно. Может быть, действительно сороковой день. Я, в принципе, склоняюсь к тому, что сороковой день здесь должен какую-то играть символическую роль, когда это уже достаточно много, чтобы уже считать, что душа как бы закрепляется в этом теле. Но понятно, что она и до этого входит. Потому что если бы до сорокового дня вообще бы ничего не входило, то не было бы, опять же, никакой силы, которая бы этот комок плоти маленький толкала бы к тому, чтобы он рос и развивался и превращался в какое-то подобие человеческого тела. То есть ясно, что какая-то сила, духовная, душевная сила занималась выращиванием этого зародыша и до того, как он уже принял форму тела. А когда уже он становится похож по форме на человеческое тело, хотя бы отдаленно, то он становится в еще большей степени готов как сосуд к принятию души. Потому что душа человеческая, ей нужно и тело тоже, чтобы было человеческое. То есть вот этот символический момент, когда уже тело становится похоже на тело человека именно, фоболисты говорят, что это к сороковому дню становится заметно уже, что в этот момент входит как бы основная порция души, если можно так выразиться. С этого момента уже душа более уверенно закрепляется. Как ценное, которое уже нельзя убивать. Ну, допустим, давай скажем так, допустим, да, чтобы проще было. Понятно. Так, что-то у нас еще есть вопрос. Вы просили и хорошую вещь написал, интересно. Я подождите, Мира сказал, раковые клетки – это мутация, как реакция на негативное влияние извне. Это не твой вопрос-ответ. Ну, это не совсем ответ. Да, это мысль в продолжении твоего вопроса. Да. Но дело в том, что раковые клетки – это мутация, это замечательно. Так вот, мутация, она что-то меняет? Это перестает быть вашим телом или остается вашим телом? О связи мы говорили, души с телом. После мутации есть связь или нет? Я думаю, что есть. Ну, окей. А тогда это значит, что мы обладаем этой связью со всем, как минимум, своим родом. Потому что в нашем ребенке как минимум половина нашего генома содержится. Биологически. Значит, мы обладаем этой связью наполовину. Ну, и так далее. Понимаете? Ну, окей, хорошо. А вот Василий пишет, с точки зрения рассмотрения, с точки рассмотрения астрологических систем, получается, душа вселяется в момент рождения, поскольку космограмма рассматривается по моменту рождения. И нумерология. Это, кстати, интереснейший вопрос, Василий. Потому что... Вот я в этом смысле абсолютно еретик, потому что я считаю, что астрология – это правильная система, но смещенная на 9 месяцев. То есть, грубо говоря, овны – это не те, кто родились в апреле, а те, кого зачали за 9 месяцев до апреля. Что на, собственно, вот эту самую астрологическую систему влияет именно момент зачатия. Но это-то явно потому, что предсказательная астрология не особо занималась. Я прав? А какая разница? Предсказательная астрология, она не как разница. Ну, потому что, смотри, если ты говоришь просто, допустим, о пребывании Солнца в каком-то знаке зодиака в момент рождения, ты действительно можешь откинуть назад 9 месяцев. В момент зачатия. Я считаю, что важно момент зачатия. Просто картина принятая, повернута на 9 месяцев, и все. Ну, это опять повторю еще раз, что если мы просто говорим о пребывании какой-то планеты, Солнца, допустим, с точки зрения астрономии, Солнца – это не планета, но неважно, для астролога это как планета. Пребывание Солнца в каком-то знаке зодиака. Ты можешь сказать, я сейчас ретроспективно скажу вам, что 9 месяцев назад оно пребывало там-то, и вот на самом деле мы про это говорим. Вот эти все качества ООНа, это качество ООНа. Но когда мы говорим про предсказательную астрологию, там даже минута. Одна сдвигает асцендент и все куспиды домов. И ты не можешь сказать, что вот 9 месяцев назад, я знаю, что вот было, потому что это могло быть и не ровно 9 месяцев. Иногда беременность длится чуть больше, чуть меньше. Нет, я не имею в виду буквально 9 месяцев. А работает все-таки тот городской куспиды домов. А именно поэтому люди, которые построены в моментах, в один день, бывают очень разными. Даже если они родились в одну минуту, события, связанные с куспидами домов, будут работать и у того, и у другого. На мой взгляд, нет, потому что зачатия были в разную. А ты занимался астрологией предсказательной? Ты видел эти события по гороскопу? Я видел. Или у тебя никогда этого не получалось? Я делал отклонение. Нет, нет, получалось, конечно. Но делал, давай про астрологию не будем. Я все-таки... Мы можем мне отдельную беседу посвятить. Мне есть что сказать. Нет, а я логии, я вообще логии не люблю. Вот эти вот системы. Да, ну куда деваться? Ну, в мире знания очень часто идут под такими заголовками. Что мы тогда не будем не рассматривать и биологию, да, не будем рассматривать. А вот физику будем, потому что это не логия. Так? Как раз физика – это логия. Самое что-то есть. Да, это тоже логия. Логия – это когда имеются однозначные законы. Когда все четко расписано по закону. Ну, тут ничего не поделаешь. Человеческие знания, они расписаны по логиям основным. Не знай, а мир устроен. Мир устроен так. Но есть моменты, которые устроены иначе в этом мире. Вот именно ими и занимается эзотерика. Если ты захочешь какую-нибудь беседу посвятить астрологии, все-таки, несмотря на… Это не со мной, нет. Я об астрологии лучше говорить не буду. Ну, тогда я скажу. Потому что я астролог, и я не просто занимаюсь гороскопами, а мы в нашей школе с моими учениками постоянно эту деятельность ведем, пополняем нашу базу данных, которая растет с каждой недели. Мы там и президентов уже разобрали разных, других разных известных людей, у которых известно время рождения. И я могу с уверенностью говорить на сегодняшний день, это уже для меня не предмет веры, а предмет подтвержденной мной информации, что момент рождения, минута рождения, от которой зависят углы гороскопа и все пусты до домов, играет колоссальную роль. И рассчитывается она на момент рождения. Поскольку беременность длится всегда немножко разное время, то мы не можем так однозначно сказать, поэтому, что на момент зачатия... У тебя есть примеры людей, рожденных в одну минуту, с которыми все одинаково? Вот нет таких примеров. Таких у меня нет примеров. Конечно. У меня достаточно примеров просто людей, у которых мы знаем, где находятся спиды домов, и мы видим, что события происходят тогда, когда планеты... Давай не будем об этом спорить, потому что мне вот совершенно очевидно, что ты сейчас исходишь именно из того, что вот есть такое правило. Я тебе говорю, если это правило повернуть на 9 месяцев, условно говоря, то ничего не изменится. Это нормально совершенно. Я считаю, что все изменится. Это х плюс 3, условно говоря. Нет, это не х плюс 3, потому что 3 – это не всегда 3, это всегда разная величина. Беременность всегда разная длительность имеет. Ну, окей, хорошо. Кто-то... У нас... Ну, я хочу... Время истекает, а у нас остался самый важный вопрос. А мы что, ограничены по времени? Ну, я ограничен по времени. Мы уже полтора часа разговариваем, а у меня еще минут 20 – это максимум, не больше. Ну, ладно, давай. Давай о перерождении. Давай. Ну, я как-то привел даже в одной публикации в Фейсбуке, когда нашу беседу анонсировал, такую логику. Если ты попадаешь на планету, на которой ты не знаешь, какой климат, какая погода, и ты через 3 часа своего пребывания на этой планете видишь дождь, то что ты для себя решишь? Что это единственный в истории этой планеты дождь? Или что здесь регулярно идут дожди? Ну, я могу тебе сказать пример. Да, у нас была история, связанная с, ну, вот этой, с, ну, вот над Южным полюсом была озоновая дыра, помнишь? И началась страшная паника, потому что она в течение, там, нескольких лет ученые наблюдали, что она растет. Вот. А самое смешное, что эта озоновая дыра, судя по всему, существовала всегда. Просто ее обнаружили в точке, в день Х, да, вот, ой, озоновая дыра, и стали за ней наблюдать, и выяснили, она живет вот так. А мы попали в тот момент, когда она вот так, да, и, соответственно, началась страшная паника. А на самом деле это часть вот этой картины. Ну, вот из этого вывода я делаю вывод, что душа воплощается регулярно, и если она один раз, если дождь был один раз на этой планете, он будет и снова. Те же самые капли воды, которые уже упали, и пролились дождем, они потом снова испарятся, и снова польются. Они будут снова, но... А кто тебе сказал, что это будут одни и те же души? На мой взгляд, каждый следующий дождь, он другой. Ну, как он-то, он другой. А та вода, которая пролилась дождем в прошлый раз, она что, больше не испаряется? Вода – это материя. Вода – материя, она никуда не девается, да. Она точно так же, как атомы в твоем теле, были когда-то атомами в теле Наполеона, Донапарта, да. А до этого были атомами в теле, я не знаю, какого-нибудь фараона. Вот, понимаешь? Ну и что? Вот я полагаю, что этот аргумент, он не говорит о том, что души уходят и возвращаются. Он говорит о том, что в этом мире, как бы, души могут приходить. То есть дождь может быть. И он бывает. Но что это одни и те же капли – нет. Вот не могу с этим согласиться. Ну, а я этот аргумент обобщаю до боли. Без широкого аргумента. Я просто спрашиваю себя, вот что за сила – это, кстати, наш первый вопрос, на который мы очень бегло до него прошли. Что это за сила, которая приводит душу в этот мир? Ну, я уже сказал свой ответ. На мой взгляд, это воля. И воля души сделать что-то такое, что… Вот момент. Чья воля? Это воля души. А я думаю, что это воля высшей силы. Нас сюда направит. Ну, я считаю, что воля души в этом вопросе совпадает с волей высшей силы. Она и не может не совпадать. Потому что если высшая сила есть, ну, то есть Бог есть, Творец, Создатель есть, и Он на самом деле своей волей способен управлять всем и управляет, то понятно, что душа, если бы она хотела воплотиться, а Бог бы этого не хотел, то душа бы, наверное, и не воплощалась. То есть, если бы так категорически этого не хотелось бы… Если Бог дал человеку свободу выбора, то он хочет, чтобы душа воплотилась, но воплотится она или нет, то есть, но благодаря этому она может воплотиться. Но вот воплотиться она или нет будет зависеть от того, что решил человек. То есть, все-таки в душе человека решает воплотиться. Она решает воплотиться, возможно, какие-то детали решает, куда, в кого, там, я не знаю, в чьи… Как бы, кто мама, кто папа, да, вот будет в этом будущем существо. Но я полагаю, что воплощение души в тело есть воля высшей силы, то есть не Божья воля, да? И я полагаю, что такая воля, когда она для каждой души один раз проявляется. А почему один раз? Ну, это, грубо говоря, что-то вроде тренинга такого, да? Почему тренинг должен проходить один раз? Это же странно как раз. Или даже не тренинг, а что-то вроде экзамена. Вот так, наверное, точнее. Но все равно непонятно, почему этот экзамен должен происходить всего один раз. Без всякого шанса его пересдать, например, более успешно. Ты знаешь, вот в большинстве случаев обычно как и бывает, да? Вот если ты должен... Ну, я считаю, что как раз так и не бывает. Наоборот, так никогда не бывает. Ты как бы прошел... Я буду много раз, например, в институт пытаться поступить. Нет, все может быть. Может быть так, может быть так. Мне как-то ближе мысль о том, что мы приходим в этот мир один раз, мы здесь совершенствуемся, мы здесь достигаем того, чего можем, и отправляемся в иную жизнь, в иной мир, в иную жизнь с совершенно другими задачами. Вот. То есть фактически здесь что-то вроде полигона, на который нас присылают, для того, чтобы посмотреть, в чем достойно. Я вот с Сергеем согласен, кстати. Он тут написал свою реплику только что. Нечестно? Нечестно. Что значит нечестно? Ну, действительно нечестно. Люди поставлены в очень разные условия, и некоторые люди незаслуженно страдают. То есть если вы не прошли жизни миллиардера, это нечестно? Или жизни фараона, да? То есть вот каждый человек должен побывать и фараоном, и, не знаю, и кем еще, и кем угодно, и пиратом, а пока он этого не сделает. Нет, он не должен побывать в теме, но хотя бы иметь шанс как-то появиться в этом мире снова в более хороших условиях, если первый раз у него их нет. А если у тебя есть возможность гораздо более серьезного существования в другом мире, зачем тебе бояться, так сказать, зачем тебе бороться за то, чтобы в этом мире пройти именно вот, вот я говорю, жизнь фараона, да, или жизнь миллиардера? Или еще... Ты сам говорил в прошлой нашей беседе, что, на твой взгляд, в будущем мире, в том ином мире, человек становится приблизительно тем, что лучше всего он смог реализовать в этой жизни. Если он тут был хорошим дворником, он и там будет дворником. Но это тоже метафора. Если ты... Вопрос в личностных качествах. Что ты сумел развить? Вот ту же самую волю. На мой взгляд, воля – это далеко не все, что есть у человека. Воля, интеллект, как бы труд... Ну, усилие какое-то, которое ты готов прилагать. Да, много разных качеств, которые ты проявляешь в этой жизни. И ты можешь быть очень, на самом деле, хорошим дворником, условно говоря. Можешь быть святым дворником. И тогда ты в следующей жизни будешь святым. Понимаешь? Дворником. Да. Но святым. Понимаешь? То есть, вот вопрос не в том, что тебе должны в этой жизни предоставить весь набор условий. Тебе предоставляют возможность реализоваться. Вот есть понятие самореализации. Ну, и в зависимости от того, грубо говоря, на сколько процентов ты самореализуешься, и будет конечный результат. Вот я так полагаю. Ну, про карму, Василий. Ну, не знаю. Карма – это... Вот опять, понимаете, вот всюду лезет восточная идеология. Да, в том числе и понятие кармы – это абсолютно индийская концепция. Например, у тех же евреев, да, ну, по крайней мере, если судить по Таре, да, понятия кармы не было. Ну, у евреев есть понятие заслуги просто. Это аналог кармы. Я считаю, что это синонимы. У тебя могут быть большие, малые услуги. Нет, я немножечко просто про то, что такое карма с индийской точки зрения знаю. А если мы используем это слово просто в качестве синонима слова заслуги, как более... Или там, я не знаю, достоинства, как более модное сегодня, да, ну, тогда ладно. Я просто, когда говорят карма, я сразу воспринимаю концепцию кармы индийской. Ну, я привык к слову заслуги, потому что оно используется в тех системах, в рамках которых, в лексике которых я привык оперировать. Когда я для себя размышлял, отличается ли это чем-то от кармы, я понял, что это ничем не отличается от кармы, поэтому слово карма я могу также использовать там, где просто люди привыкли. Карма однозначно привязана концепции многократных перерождений, целью которых является нирвана, то есть слияние с мировым духом, да, то есть мы просто так устроены с той, с этой точки зрения, что мы приходим в этот мир с целью, в конце концов, ну, в идеале мы моментально понимаем, что к чему, просветляемся, отказываемся от всего личностного, да, и сливаемся с мировым духом, да, вот полностью, вот. А вне в идеале мы действуем не так, мы в чем-то косячим, где-то нарушаем, и в конечном счете нас опять присылают сюда, чтобы мы исправили сделанные ошибки. И, соответственно, если мы сделали большие ошибки, то, чтобы их исправить, нам надо будет оказаться в плохом состоянии. Вот, если мы их сумеем исправить, в следующем приходе мы окажемся в лучшем состоянии. А если мы все делали более или менее правильно и делали очень маленькие ошибки, то мы приходим в лучшее положение и в конечном счете. Ну, это логично как раз. Есть только одно исключение. Когда ты стоишь на пороге нирваны, то ты можешь избрать путь бодисата. Бодисат. Каббалисты бы тебе сказали просто, что карма всех душ была омрачена грехопадением Адама, и поэтому мы вряд ли придем в идеальном каком-то состоянии здесь, чтобы вообще ничего не сделав, получить эту нирваны. То есть нам всем, как минимум, надо исправить последствия грехопадения Адама, которое на нас запечатлено. Если мы сверх этого какого-то зла не сотворим, то этого будет достаточно для нашей, так сказать, нирваны. Мне надо ответить тогда мне на вопрос. Это действительно вопрос, а не полемика. Я знаю христианскую концепцию, которая говорит, что для того, чтобы аннулировать, так сказать, проблему, связанную с первородным грехом, существует крещение. Достаточно, что человек, ребенка или взрослого, не знаю, окрестили, акт крещения снимает с него грехи. Первородный грех, оставляя в дальнейшем ответственность на нем только за то, что делает он после этого. Все. Вот. А что говорит, скажем, говорят иудейские мыслители на тему того, как снять вопрос о грехопадении Адама с конкретного человека? Ну, иудейские мыслители сказали, что это делается исполнением заповеди Торы и начали бы тебе перечислять 613 заповедей, которые соответствуют органам и жилам в теле человека. А я скажу более просто и коротко, что если бы какой-то отдельный обряд или ритуал крещения или еще что-то полностью бы снимал это бремя грехопадения Адама, то мы бы сразу после него автоматически все бы наши пороки уходили бы, все наши какие-то дефекты внутренние, мы бы сразу окрылялись и какой-то ангельской бы жизни начинали жить сразу с осознанием там всего божественного величия и так далее. Мы видим, что этого не происходит и даже близко ничего такого не происходит. И поэтому это совершенно в моих глазах такие вот утверждения на тему того, что крещение снимает этот грех Адама, он выглядит совершенно... Я тебя не спросил, в чем неправы христиане, я тебя спросил, в чем... Как объясняют врии, как снять грех Адама, да, вот как? Я хочу тебе ответить. 613 заповедей. Окей, если ты исполнил в течение жизни 610 заповедей, что такое? Остаются части, да, остаются части, которые тебе придется исправлять другой жизнью. И поэтому получается, что в наше время, ну, согласно опять же, ортодоксальным футболистам еврейским, так как в наше время нет, допустим, Иерусалимского храма, где приносили жертвы, нет там судей каких-то, как это положено, поторий, то в наше время никто не может исправить эти части, поэтому либо они были исправлены, либо будут исправлены в тех поколениях, когда это станет... Гипотетический вопрос. Представь себе, что сложились обстоятельства таким образом, что ты сумел за свою жизнь исполнить все 613 заповедей без исключения. Что тогда? Ну, если ты при этом ничего не нарушил, никаких грехов... Нет, ты все соблюл, все соблюл, все без исключения. Все 613. Что тогда? Там сложная система, потому что высшее... Ты снова придешь в этот мир или это все-таки последний раз? Если ты все сделал идеально, то ты можешь больше не приходить в этот мир. Или опять-таки можешь прийти по своей воле, если захочешь что-то обучать кого-то и так далее. И что тогда с тобой будет? Нет, если ты не придешь больше в этот мир, потому что все ты сделал, что будет дальше? Ты будешь находиться в слиянии с Богом. Все твои уровни души, каждый там в райском саду, там есть верхний, нижний райский сад и так далее. Понятно. Но ты будешь при этом личностный? 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 Или нет? Ну, значит, ты не буддист, слава Богу. Ну, хорошо. Я думаю, что те наши гости, кого ты назвал буддистами, тоже не буддисты в этом смысле слова. Ну, может быть. Я просто говорю, что вот с точки зрения буддизма, да, вот после того, как ты вот все сделаешь правильно, то ты, личностность твоя исчезает. Ты сливаешься с мировым духом и тебя, вот уже нет тебя. Есть часть мирового духа просто. И все. И она уже слилась. Так вот, с твоей точки зрения, после того, как ты все соблюл, ты попадаешь, ну, условно говоря, в рай. Да? Ну, окей. Хорошо. И ты там как личность существуешь? Да. Ну, я думаю, что мы тут согласимся, что личность остается. Мне вот интересно, как ты в рамках своего представления ответишь на вот это вот замечание Сергея, где он говорит, что если все души одноразовые, если вся земная жизнь и душ одноразовые, то число душ множится в ужасающем масштабе. Как ты вообще понимаешь, души, они плодятся и размножаются, или Бог постоянно создает новые души, или что? Я полагаю, последние. Постоянно создают новые души. Бог создал систему, сотворив Адама, он создал одну душу. Сотворив из Адама Еву, он создал вторую душу. А наказав Адама и велев ему размножаться, а он велел размножаться, вот им с Евой, то он создал систему производства душ человеческих. С твоей точки зрения, это производство делается путем нарезания единой души на много-много-много кусочков. С моей точки зрения, создаются равноценные души, но создаются постоянно. Дай уточнить один момент. Как ты это связываешь с наказанием Адама? Ты сказал, наказав Адама и повелев им размножаться. Я вот в этом смысле буквально это воспринимаю. Адама, как бы, Адам был обречен на одно существование, а в качестве наказания его обрекли на другое. Ведь ему размножаться приказали до греха. Это же не было наказанием. Как это? До того момента, как Адам и Ева совершили первородный грех, там даже близко не было возможности размножаться. Когда Бог изгнал Адама из рая, вот тогда он ему сказал, он ему сказал, что он будет в трудах, как бы, в тяжелых трудах добывать себе хлеб насочный, а Еве сказал, что она будет в муках рожать детей. Да, но размножаться он им приказал до этого. В какой момент? До того, как они яблочко скушали? Конечно. Там, во-первых, и яблочко никакого не было. Никто там не говорит ни про какой яблочко. Нет, но яблочко это метафора, там как-то дерево познания добра и зла. В первой главе это было. До греха подень. Сейчас я могу зачитать даже. Пока ты говорил, я открыл этот раз текст. В первой же самой главе Торы сказано, вот, 27 стих, давай начну даже чуть-чуть раньше, 26 стих. И сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему и довластвует над рыбами морскими, птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию и сотворил его, мужчину и женщину сотворил он их и благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и овладевайте ей. О каком здесь яблочке идет речь? Подожди. И всякого греха. Дело в том, что есть вторая проблема, потому что есть другая часть, которая связана именно с созданием Евы. А это, ну я знаю эту историю, как бы, ну грубо говоря, первая жена Адама, да, есть даже такая метафора про то, что как бы эти люди, они, ну вот здесь такое ругательство, да, вот про человека могут сказать, что они дети Адама от первого брака, есть такая шутка, да, это значит, что они не ведают разницы между добром и злом, да, вот так говорят про таких людей. Имеется в виду, что есть противоречия некой, вторая, одно состоит в том, что Бог сотворил человека, мысли мужчину и женщину, а потом есть история про то, что Бог сотворил Еву из ребра Адама. И вот здесь нет никакого противоречия. И их он выгнал из рая, и им он велел размножаться. Ну, нет здесь никакого противоречия, когда в первой главе сказано, что Бог сотворил человека как мужчину и женщину, это просто говорится в целом, что он сотворил мужчину и женщину. Во второй главе просто перечисляется, рассказывается подробно, как он это сделал. Сначала это был просто мужчина, а женщина была внутри него потенциально, как ребро. Потом он обделил. То есть это просто более подробное изложение того же самого тезиса, который вкратце прозвучал в первой главе, что Бог сотворил мужчину и женщину. Окей. Ну, я имею в виду, что как бы то, как мы сейчас производим новых людей, да, это результат, собственно, наказания. Вот. Вот это я не могу понять, откуда ты это выводишь. Потому что, если ты выводишь это из Библии, из Торы, там видно, что заповедь плодиться, размножаться не было наказанием, это было до греха. Нет, но если мы это делаем сейчас, это наказание. То есть ты считаешь, что когда Бог им велел плодиться и размножаться, это как-то по-другому надо было? Это вот и есть тот самый механизм производства человеческих душ. Интересно. И чем он отличается от того, который сейчас? Вот, вот не знаю, но то, что сейчас мы это делаем в муках, это как бы наказание, да? А то, что было, скорее всего, была духовная практика до этого. То есть, когда ты говоришь, когда ты говоришь, ясно ведь, что это речь идет именно о том, как тела рождаются в результате беременности. Да, да. А что касается воспроизводства душ, я не совсем понял. Ты представляешь это себе как-то по аналогии с рождением тел или рождение тел автоматически так же и души произойдет. Как бы мы сейчас рождение нового человека, то есть, вселение души в тело, да, оно привязано к процессу родов, да, вот к этому самому, который является частью наказания за первородный грех. То есть, изначально предполагалось что-то другое. Изначально, скорее всего, происходило бы все иначе. Я не уверен даже, что был бы секс как таковой, да, вот, но как бы появлялись бы новые души, потому что Бог создал Адама и Еву, мужчину и женщину, да, создал. Окей, он не создал, скажем, 8 миллиардов людей, он вначале создал двоих, да, и он создал механизм появления других душ, и все. Какой был... Души появляются в принципе вместе с тем, как тела появляются. Не знаю. Вот я тебе, как человек с научным мировоззрением, говорю, не знаю. У меня нет никаких данных, которые позволили бы понять, как появляются души. Но что душ не 2 и не 8 миллиардов, у меня как бы нет сомнений. Потому что завтра их у нас будет 9 миллиардов, и что тогда? 9 миллиард это какие-то, я не знаю, имитации, что ли, да, нет. То есть однозначно конечного количества человеческих душ нет. А значит, был механизм их появления, был создан Богом наряду с миром, да. Ну вот, создавая людей, он создал механизм появления душ новых. Зачем они ему нужны? Ну это к нему вопрос, не ко мне. Я не знаю. Зачем люди и эти отдельные души Богу? Ему виднее, да, вот он этот механизм создал. Окей, вот они появляются. И я полагаю, что может быть прав ты и эти души приходят все новые, 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 извини, но тогда вопрос, где были 7 миллиардов душ, которые сегодня жили на земле, в то время, когда на земле жило там 2 миллиона человек всего. Где они были? Они были в этих людях. Я же сказал с самого начала, что души делятся и соединяются. Я понимаю, да, я понимаю. Сколько души это делим. Это вот эта самая концепция нарезания на кусочки, да. То есть они все были водами, потом они стали в первом поколении потомков Адама. Тогда не в Адаме, а в Адаме и его жене, да, вот мужчине? Ну, пока жена была сама частью Адама, это все было Адам. Жена же сама была частью Адама. То есть все было в Адаме, потом все это возникло в первом столе, и так далее. То есть здесь сколько бы ни было душ, в рамках моей системы взглядов, это не будет проблемой, хоть 9 миллиардов, хоть сколько угон, потому что это все та одна душа, которая дробится и таким образом возникают новые души. И поэтому если их сегодня так много, это просто значит, что вот этот процесс их дифференциации зашел уже очень далеко, что как бы даже какие-то отдельные задачи поделились на подзадачи, а эти задачи на подзадачи, вплоть до каких-то крохотных задач. Разница в наших взглядах только в одной точке. Я полагаю, что их не 8 миллиардов сейчас, к настоящему моменту возникло, а возникло их там порядка 50 миллиардов. Потому что все прошли только линии, берешь тоже как отдельные души. Да, они это отдельные души, которые сейчас находятся в другом мире, прошедшие через земную жизнь, как через некое испытание. Они находятся в другом мире, но в любом случае работает механизм производства душ. Делением или формированием или делением на части это уже другой разговор. Я допускаю, что речь идет о создании копий. Не разрезании на части, а создании копий. Ну, как на заводе. Разрезание на части это тоже некоторое упрощение. Это приблизительно так, я представляю, но просто представить как разрезание это тоже было бы некое упрощение. Собственно, в Кабале мы читаем как раз описание, что души рождаются на подобии того, как рождаются дети, сексуального акта. Просто это сексуальный акт не Адама, ну, как бы даже не Адама, а парцухов мира абсолютно. То есть неких божественных ипостасей, которые тоже делятся на мужские, женские, но это не отменяет и модель Ну, хорошо, как устроен завод по производству душ, это совершенно отдельное дело. Вопрос только в том, он производит одно количество душ или другое, и что дальше с душой происходит, сколько раз она живет на земле. Интересно, что вот те как раз религиозные учения, которые настаивают на таком буквальном понимании, что душа живет один раз, потом она уходит в рай или в ад, ну, то есть я говорю сейчас просто про антодоксальное христианство или про те формы иудаизма, допустим, которые не опираются на кабалу, они же считают в основном еще и все, что и в будущем нас ждет какое-то оживление мертвых, когда тела снова, снова как бы душем вернут тела, и они смогут жить на земле. И вот тогда возникает совсем... А вот у меня большое сомнение, что на земле. Другая земля и другие небеса сказаны. Это другое. Большинство, я сейчас говорю не про себя и не про тебя даже, а просто отмечают, что большинство вот таких верующих, они считают, что на земле. И представить вот эти вот 50... Верующие и канон это разные вещи. Верующие, например, вот я могу тебе сказать, что я читал про опрос, который проводился среди не особо образованных прозенциальных людей, которые называли себя православными в России. И в частности был там вопрос, что такое Троица Святая. Ну, ты знаешь, что такое Троица в христианстве, да? И кто, какие у них в таких частях она состоит. Так вот, большинство этих людей отвечали на вопрос, что как что. Троица это Спас, Богоматерь и Святой Николай. Ну, понятно, да. То есть, ну, что теперь считать, что это концепция? Ну, я просто говорю о том, что точка зрения очень распространенная в религиях, поддерживаемая многими авторитетами. Ну, не в этом мире. Я думаю, что если спросишь грамотного христианского, скажем, священника, он тебе скажет, что другая земля, другие небеса. То есть, речь идет не о возвращении на землю, речь идет о совершенно другом, о будущей жизни в совершенно другом мире. И какие там будут тела, и будут ли они похожи в точности на эти, и будут ли у них те же качества, непонятно. Ну, на самом деле, сейчас очень интересную тему затронули, потому что вопрос о будущих жизнях, это нечто вообще фантастически интересное. Может быть, на этой радостной ноте мы как раз и закончим сегодняшний день. Я думаю, что да. Пожелаем друг другу и всем нашим гостям новые небеса и новую землю. Главное счастье. На самом деле, переживание и счастье, это, на мой взгляд, умение в этой жизни переживать счастье, это вторая составляющая смысла этой жизни. Первая составляющая это самореализация, а вторая составляющая это переживание счастья. И они очень тесно связаны друг с другом. Они... Перекос в ту или в другую сторону ухудшает состояние смысла жизни. А переживание счастья очень тесно связано с понятием любви. Вот той самой, с которой мы начинали разговор о любви. Вот. И это очень важный момент. Давай дадим людям возможность задать нам последние вопросы. Это уже три, которые задали. Если еще кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, можно голосом. Ну, насчет теряют чести своей Василии, я бы не сказал. Это как раз вот больше похоже на то, о чем говорил что мы как бы нарезаем на кусочки. Если появились два человека из одного, значит, это две половинки. Души как бы меньше стали, чем были у одного. Нет, я думаю, что родители, если конечно родители это часть фабрики по производству душ, то вряд ли они теряют чести своей, производя детей. Ну, или мне прям совсем печально, потому что у меня четверо детей. Это ж сколько я потерял знания. Я потерял. Сколько же я потерял от своей души. Вот. Ну, ладно. Еще есть вопросы, друзья. Голосом задавайте прямо, если есть. У нас минутка, и мы расстаемся. Уже два часа мы с вами. Да. Все. Вопросов нет. Вот. Бецалель, большое тебе спасибо на этот разговор. Тебе тоже. Ребят, спасибо, что пришли. Мы будем продолжать. Смотрите, следите за анонсами. Я думаю, что это непосредственно. Да, я вам должен сказать, что я начинаю проект, в котором Бецалель тоже будет участвовать. Он будет в октябре и ноябре. Проект эзотерических бесед. Я буду говорить с разными мастерами Таро два раза в неделю, по вечерам, тоже в Зуме. Расписание на октябрь уже полностью есть. Расписание на ноябрь. В нем только одна пока вакансия. И у меня вопрос, кого из пяти человек перед кем четырьмя извиниться, а кого взять. Вот. Примерно так. Вот. Но я тоже скоро опубликую расписание. Так что, если вам интересно, начнем мы с... Первая беседа будет с Андреем Котельниковым. и она будет посвящена теме эзотерика в современном мире. Но я буду в основном задавать вопросы в этом проекте. А можно будет в этом формате гостям-то тоже вопросы задавать? Потому что я могу и как гость прийти. Конечно, нет. В том-то и дело удивительно. Мастера почему-то считают унизительным для себя приходить к кому-то. Да, вот. Типа нет. Я могу только свои мероприятия проводить. Поэтому никто из тех, кто участвовал в эзотерических чтениях, почти никогда не был на чтениях, на других мероприятиях, в смысле, где другой человек рассказывал о чем-то своем. Типа западло. Не, специально не западло. Приходи, конечно. Но в формате беседы это более интригует. Потому что прийти и просто слушать, это, скажем, вообще не мой формат. Вот я поэтому решил поменять формат с эзотерических чтений на эзотерические беседы. Но все-таки главным участником будет кто-то. Ну вот на первом мероприятии это будет Андрей Котельников. А я уже не помню, на какое число мы тебя записали, но у меня записано. Это на начало ноября, по-моему. Там будешь ты главным участником. Я в основном буду вопросы задавать. Ну отлично. Тогда до встречи в новых форматах, в новых эфирах. Всем пока. Желаю всем подачи. А у нас даже новый участник присоединился как раз, а мы заканчиваем. Ладно. Всего доброго всем. Выключаю записку. Пока.